Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова и в начале коротко о главном. Один премьер и восемь замов. Глава региона Сергей Меликов рассказал о кадровых изменениях в правительстве республики. Мною определено восемь заместителей. Это не увеличение количества должностей приоритетных, это распределение этих должностей, которые на самом деле будут реализовывать те задачи, которые, на мой взгляд, сегодня для Дагестана являются главными и приоритетными. Авария на железной дороге. На окраине Махачкалы столкнулись поезд и автомобиль. Дербенту дали еще. На этот раз 55 миллионов на честные. Подробности сегодня в выпуске. Глава Дагестана Сергей Меликов провел накануне совещание с руководителями органов исполнительной власти республики, на котором представил обновленный состав кабинета министров региона. Не все члены правительства сохранили свои места, а Министерство печати и информации региона и вовсе будет реорганизовано в агентство. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. После того, как в начале недели стало известно имя нового председателя правительства республики, все были в ожидании структурных изменений и в самом правительстве. Глава региона Сергей Меликов сразу же по приезду из Москвы решил это дело не откладывать и собрал в зале заседания Народного собрания лидеров депутатских фракций, всех в РИО министров и руководителей органов исполнительной власти. И сразу объяснил, для чего. Я могу сказать, что сегодня мы завершаем формирование правительства. И при принятии решений, безусловно, учитывались конструктивные предложения, поступившие не только от федеральных органов исполнительной власти, но и от членов правительства республики. Результаты оценивались, результаты работы правительства за минувший год, итоги деятельности правительства за минувший год и результаты деятельности на посту тех или иных должностных лиц по каждому направлению. Жизнь идет вперед, она очерчивает новые рубежи, она определяет новые задачи и с этими задачами та структура, которая у нас была до сегодняшнего дня, к сожалению, не всегда справляется. Должен сказать, что в этом отношении мы касались не только правительственного блока, но и блока администрации, главы и правительства республики Дагестан. И в этом отношении мной были упразднены крупные управления правительства, которые, на мой взгляд, не всегда эффективно работали и выполняли свои задачи. На базе этих крупных управлений созданы самостоятельные отделы, которые имеют более четкую задачу по реализации сфер деятельности, которые ответственны за оперативное взаимодействие профильных органов исполнительной власти с курирующими вице-премьерами. В обновленной структуре Кабмина региона будет ни много, ни мало, а восемь заместителей председателя правительства. Двое из них будут в статусе первых вице-премьеров. Это бывший глава Минэка Руслан Алиев, который будет курировать финансово-экономический блок «Плюс нас проекты», и Манвел Мажонц, за которым закреплены энергетика, строительная отрасль и ЖКХ. По мнению Сергея Меликова, это позволит улучшить контроль и координацию всей работы. Мною определено восемь заместителей. Это не увеличение количества должностей приоритетных. Это распределение этих должностей, которые на самом деле будут реализовывать те задачи, которые, на мой взгляд, сегодня для Дагестана являются главными и приоритетными. У нас сегодня столько проблем, что, наверное, это количество заместителей и председателей правительства оптимально. Ниже остановлюсь, почему. Два первых заместителя. Один из которых будет курировать финансово-экономический блок. Но не просто финансово-экономический блок. Это огромный блок задач. Это финансово-экономический блок, реализация национальных проектов, контроль за инвестиционными программами, развитие малого и среднего предпринимательства и различные вопросы, которые сопутствуют в этом направлении. Почему первый? Потому что в этом отношении он должен иметь приоритет, в том числе для проведения различного рода мероприятий, связанных не просто со взаимодействием с другими вице-премьерами, а с наличием у него приоритетных прав на те или иные решения, которые в том числе согласованы будут с федеральными органами исполнительной власти. Появились и новые лица. Так, одним из заместителей примера стал Резван Газимагомедов, в зоне ответственности которого промышленность, транспорт и дорожное хозяйство. Кстати, в дорожном хозяйстве тоже изменения. Новым министром транспорта стал Джамбулат Салавов, экс-глава Хасавирутовского района. Бывшего главу ведомства Ширухана Гаджимурадова проводили с почестями. За заслуги перед Республикой Дагестан достигнутые трудовые успехи. Награждается медалью за вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан. Гаджимурадов Ширухан Маханыч, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. АПЛОДИСМЕНТЫ 44 года работаю в отрасли, 78-го года. Ни в одну другую отрасль не уходил, все время на транспорте. Ну, может быть, я не был самый лучший, так сказать, руководитель, но я думаю, что самым худшим тоже не был я. Это в середине, наверное. И хотел бы поблагодарить всех моих коллег и министров, но назначенных, и депутатов Народного собрания, Народное собрание, которое нас всегда поддерживало. Удачи пожелать. И я считаю, что тот кандидат, который сегодня, но министр будет возглавлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства, это очень достойный человек. На самом деле я готов ему. Ну, уже, как говорится, на общественных началах будет лично, и водолаз буду помогать. Спасибо. Еще одно новое лицо в правительстве – это Юрий Гамзатов, который сменил Тамерлана Буганова на посту министра цифрового развития региона. Изменения также коснулись еще двух ведомств. Сменились руководители Минтруда и Минприроды республики. На эти должности назначены Абдурахман Махмудов и Ибрагим Ибрагимов соответственно. Остальные члены правительства сохранили свои позиции. И, как объяснил Сергей Меликов, в ходе пресс-подхода к представителям республиканских СМИ изменения коснулись именно тех ведомств, от работы которых зависит благосостояние Дагестана и его жителей. Были усилены те направления, от которых зависит улучшение благосостояния нашего Дагестана. В целом, и каждого дагестанца. Мы же с вами уже не первый раз говорим даже в этом пуле о том, что у нас свет не горит, у нас газа нет, у нас воды нет, у нас с экологией проблемы. Поэтому, в первую очередь, с учетом оценки того состояния республики, которое мне удалось сделать за прошлый год, были усилены именно эти направления. И сформированы сегодня в правительстве те структуры, которые позволяли бы во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти эти направления реализовывать. Например, я понимаю, что как бы здесь языком это одно, а в практике, да, мы сегодня защищаем инфраструктурный кредит. 10,5 миллиардов мы должны получить от федерального центра в ближайшее время. Для чего? Для того, чтобы провести водовод. Черкей, Махачкала, Каспийск и при определенных условиях дальше. Из Бербаши, может быть, до Дербента. Это же важно для нас. Его нет сегодня. У нас нет сегодня воды. И люди об этом говорят, люди от этого страдают. И если мы это сделаем, значит, мы, наверное, каким-то образом, в том числе удовлетворим и чаяния людей и создадим условия для дальнейшего развития тех территорий, по которым этот водовод пройдет. Но для того, чтобы вот эти 10,5 миллиардов рублей были доведены до той задачи, которую мы определили, чего раньше в Дагестане не было, не буду комментировать, мы под него создаем определенную структуру, которая именно за это будет отвечать. Равно, как и по другим направлениям. Например, вы все знаете, что у нас огромные проблемы существуют с земельным имущественным комплексом в Дагестане. Ну, я сейчас об этом говорил, может быть, вы уже зафиксировали. Но это же абсурд. Имея 600 километров морского побережья, не имеет на морском побережье достаточного количества детских оздоровительных лагерей. Это же нонсенс. Это же абсурд. И я не знаю, что это преступление, или это негодяйство какое-то, да, когда те лагеря детские, оздоровительные, вы, может быть, сами могли бы в них когда-то там побыть, но не побыли, вместо того, чтобы их дать детям, их кто-то отчекрыжил под себя. Мы хотим это вернуть. Но для этого нужна структура, которая будет этим заниматься. И поэтому мы сегодня создаем или повышаем статус человека, который этим будет заниматься, да, уровень вице-примера, что дает ему возможность работать, в том числе с федеральными органами, не исключая и правоохранительный блок. Давайте забирать. То, что принадлежит дагестанцам, давайте забирать. И возвращать дагестанцам. Может быть, я пафосно сказал, это за один день не сделаешь, и за два не сделаешь. Может быть, даже и за год не сделаешь. Но это надо делать. Иначе как дальше? Могут быть, конечно, ошибки какие-то. И в структуре могут быть ошибки, и в кадровом руководстве могут быть ошибки. Я не говорю о том, понимаете, человека, я по своему опыту говорю, можно правильно оценить только тогда, когда он работает в этой должности. Не тогда, когда ты ему предложил, изучил там его биографию. У кого-то получается, у кого-то не получается. Это не говорит о том, что он плохой. Но кто-то справляется с этим объемом задач, а кто-то не справляется. Поэтому это тоже метод проб и ошибок. Но вот эти вот истории, знаете, с племянниками, с дядями, с тетями, я не знаю, с кем-то еще, они в прошлом. Министерство печати и информации будет реорганизовано в отдельное агентство и, возможно, войдет в единую структуру управления информационной политики при администрации главы и правительства. Сергей Меликов анонсировал грядущие перемены, обозначив их как необходимость в оптимизации и эффективности работы республиканских СМИ в целом. Кадровые перестановки коснулись Агипа. Так Нюсре Тамаров перейдет в народное собрание. Он назначен полномочным представителем главы республики в парламенте Дагестана. Еще одно назначение, вернее, повышение руководителями имущества Зауре Минов теперь еще и вице-премьер при Кабмине. Арсен Набиев, Хамзанур Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. После официальной части совещания Сергей Меликов ответил на вопросы представителей республиканских и федеральных СМИ. Журналистов интересовали не только изменения в структуре республиканского правительства, но и отношения главы региона к военной операции вооруженных сил России в Украине. Сергей Меликов дал по этому поводу исчерпывающий комментарий. Верховным главнокомандующим было принято решение о проведении специальной военной операции. Я подчеркиваю, как военный человек, не военной операции, а специальной военной операции. Знаете, в чем слово специальное? Оно скрывает это слово то, что при проведении военной операции учитывается некая специфика. Не наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения, не наносить удары по массовому размещению гражданского населения, не наносить удары по тем объектам, которые могут повлиять на инфраструктуру населенных пунктов, в результате которых опять же пострадают гражданские лица. В этом и героизм наших солдат и офицеров, потому что они не за спинами гражданского населения прячутся, а они за свои спины отводят тех гражданских людей, которых они пытаются спасти и защитить. Наверное, это не все понимают сегодня. Со временем это поймут люди. На окраине Махачкалы столкнулись поезд и автомобиль. Инцидент произошел накануне утром в поселке Шамхал. Местный житель за рулем автомашины марки Toyota Corolla заехал на железнодорожный переезд под красный свет и столкнулся с грузовым составом. Водитель погиб на месте. Более 55 млн. рублей выделит правительство Российской Федерации на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте. Такое распоряжение подписал накануне глава федерального правительства Михаил Мишустин. В результате в строй будут введены очистные канализационные сооружения мощностью 25 тыс. кубометров в сутки. Строительство планируют завершить уже в этом году. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на нашей официальной странице в инстаграм и на сайте nntv.ru А у меня на этом все. До встречи!